Докторат Мы играем агрессивно, играем всегда на победу, никогда не жалеем ни себя. Есть много ребят, которые на замене сидят, которые тоже выходят, помогают. Ну и коллектив, я считаю, тоже немаловажно. Тренер хорошо сплотил команду и это видно на поле. Все, кто нас смотрит, отмечают, что играем как одно целое. В принципе, остались все те же ребята и на тренировках видно, что есть моменты, но просто всегда тяжело после удачного сезона остаться, как сказать, может даже не на том же уровне, а еще прибавить. Это надо, это будет, но пока сейчас еще не набрали то, что было в том сезоне. Может быть немного психологически, может немного ребята устали с того сезона, не так много времени прошло из-за пандемии, отпуск получился не такой, как все хотели, никто не съездил, не по домам, может быть чуть-чуть это сказалось. Может чуть-чуть психология, что после того, как ты хорошо выступаешь в том сезоне, думаешь, что и в этом сезоне сейчас все пойдет так же, но команды тоже хотят залезть вперед, поэтому будет тяжело, но будем подниматься на первое место. Я надеюсь, нам в этом году это удастся сделать. Да, на самом деле много команд, потому что все хотят выиграть, все ставят задачу попасть как минимум в Еврокубки, а может быть взять золотые медали. Но я думаю, выделю, наверное, пять команд. Это мы, Арарат Армения, Аурарту, Арарат Ереван и, может быть, ну, наверное, еще Пеник, может быть, я думаю, они так вначале что-то все поуходили, а сейчас поднабрали тоже ребят неплохих, тоже, я думаю, может быть, и играют в хороший футбол, в принципе. Вот, я думаю, пятерка вот эта. Ну, матч каждый для нас важный, и, конечно, мы еще в этом сезоне ни разу не выигрывали в лиге, поэтому очень важны эти три очка и очень важный матч. Я думаю, нам удастся это сделать, главное отнестись просто с уважением к сопернику, показать все, что мы умеем, и тогда мы одержим наши важные и первые три очка. Да, я считаю, тренерский штаб тоже, ну, мы проводили какую-то секцию, взяли ребят, которые нам, я уверен, помогут в этом сезоне. Тренеру виднее в любом случае, если никого не взяли больше, то он считает, что состав полностью укомплектован, и ребята также, ну, каждый хочет играть, каждый хочет доказывать, забивать, отдавать, и чтобы команда выигрывала. Да, поэтому раз у нас такой сейчас состав, значит, я считаю, что мы укомплектованы. Да, рубеж я преодолел, конечно, чуть-чуть тяжело в конце было, потому что очень много матчей за короткий промежуток времени. В этом, конечно, я постараюсь повысить планку, я уже ставлю от 15 до 20, потому что в том сезоне поставил 10-15, думаю, этого хватит для бомбардира, оказалось, что Канэ показал, что не хватает, поэтому, думаю, в этом сезоне 15-20, я думаю, хватит, вот, в этом промежутке я буду стараться, чтобы столько забить. А по позиции? А по позиции, ну... Я понимаю, конечно, что тренеру... Да, тренер в любом случае, если надо выйти освежить с фланга, я без проблем выйду с фланга освежу, главное, тренер видит, что я и там, и там могу, почему не попробовать? От игры к игре и от команды не зависит, какие-то команды дают играть с фланга, какие-то нет, поэтому... Будет видно в ближайших матчах, где начну, а так... Не знаю, ну, в любом случае, всегда в центре удобнее, потому что это позиция, которую я играл всю жизнь, с фланга меня, конечно, задействовали, но более реже. Вот, поэтому посмотрим в ближайших матчах, да.